Большое спасибо за предоставленное слово. Конечно, сезон 2023-2024 года был у нас полон сюрпризов. Это и очень приуложненная осень 2023 года, большое количество осадков в осенний-зимний период. И весной поздно мы приступили к полевым работам, внесению. Но благодаря суперналиву и очень хорошим условиям для налива сортов мы получили очень достойный урожай. Мы несколько раз называли эти цифры, что на площади 1 600 000 было получено в среднем 64,9 центра зерна с гектара. Лидерами были и Тихорецкий район, и Белоглинский район, и Тбилисский район, получивший 77,5 центра зерна с гектаром. Приморско-Ахтарский район, Кореновский район с урожайностью 77,1 центра. Красноармейский район, рисовая зона, рисосеющая зона 66,7 центра зерна с гектаром. Ну, я уже сказала, что осенне-зимний период был довольно-таки сложный. И осадков было значительное количество. Избыточное увлажнение. В результате мы подтопляемые участки получили на полях, на многих, причем даже в тех зонах, на тех полях, на которых мы не видели этих подтопляемых участков, блюдец буквально, наверное, в течение 20 лет. Какие же мы получали урожаи в наших конкурсных сортоиспытаниях? Урожайность, если сравнить с 2019 годом, она составляла 79 центра зерна с гектаром в среднем, то в 2023 она была 75. Несколько ниже, но именно по наливу и по натуре зерна массе тысячи зерен. В 2024 год он был в лидерах. 80,1 по 912 сорта опыта. Если в среднем процентах за 2019-2023, то 106,2. Какие же сорта были лидерами? Сейчас у многих на слуху такие сорта, как ца, ца, дюна, яровая пшеница, копье, азимая пшеница, милаша, нил. Это новые сорта, которые в этом году будут предложены к районированию. И наша государственная комиссия именно по Краснодарскому краю госсортовой участке предоставляет для рассмотрения Ставрополь и Ростовская область, для рассмотрения и представления к районированию. Сорт век, о котором мы много говорили, высококачественная пшеница, которая дает супервысокое качество при более низких затратах на единицу площади. Замечательные урожаи были представлены и в таких районах, как Белоглинский, так вот АО имени Ленина, Аметис Белоглинского района. Сорт Ахмат на площади 1000 гектар, средняя урожайность его составила 82,3 центра зерна с гектара. Сорт Бумба на площади 600 гектар, 83,2 центра зерна с гектара. Замечательно показали себя такие сорта, как Мане, которые мы рекомендуем для жестких предшественников в качестве для получения высоких урожаев по предшественнику подсолнечник, 83,8 центнера. Сорт кольчуга у всех на слуху, я думаю, кто в хозяйствах, в районах сталкивался с посевами сорта кольчуга. В этом году она была суперурожайная. Итак, вот пример Белоглинского района, сорт кольчуга на 500 гектарах сформировала урожайность 87,8 центнера зерна с гектара. Немножко хотелось бы остановиться на Ростовской области, в частности, у имени Кирова, Песчанокопского района. Здесь на демонстрационном участке, вот данные представлены на таблице, на данные. Сорт кольчуга 113 центнеров, при содержании белка 13,6, массе тысячи зерен 45,9 и натуре 792. Сорт бумба 110,5, при натуре зерна 803 грамм на литр. Очень высоконатурно зерно сформировали такие сорта, как тимирязевка 150, 821 грамм на литр. И сорт Алексеевич, то сорта с высокой, очень высокой натурой зерна. Условия налива этого года позволили сформировать такое высоконатурное зерно. Ну, конечно, о качестве пшеницы мы не забываем. И основа получения высококачественного зерна пшеницы, это, конечно же, прежде всего, генотип и наследственно высоким технологическими свойствами. Это сорта сильной, ценной пшеницы. Технология возделывания, севообороты, сроки сева, нормы высева. Все это, конечно, нужно нам всегда соблюдать, чтобы мы получали зерно высокого качества. Ну и, конечно же, походно-климатические условия, в которых можно реализовать генетический потенциал сортов с более высоким качеством зерна. Какие группы у нас это сильное и ценное? Вот к сильным пшеницам сорта, которые нуждаются, можно сказать, в дополнительных затратах на получение высококачественного зерна. Это вот ценные антонина, арена, степь, темирязевка 150, хотя это сорт высококачественный, хандам юбилейная, стой, юмпа, юка. И сильная пшеница, которая при достаточном, так сказать, уходе, внесении минеральных удобрений, и подкормках, она легче формирует содержание белка не менее 14%, и клиниковины не менее 28%. Это такие сорта, как век, вызов, данка, еланчик, победа 75, сорт стиль 18, федор, школа, новый сорт шлем, который только внедряется у нас в производство. Хотелось бы несколько слов сказать о том, что условия 2023-2024 года, весна особо, особенно обратила наше внимание на такую проблему, как вирусы. И, честно сказать, что в связи не только вот с морозобоем, но еще и с вирусной инфекцией, в некоторых хозяйствах пришлось обратить внимание на поля с этим поражением вирусами, и, честно сказать, даже кое-кто дисковал это. Вот мы наблюдали это в Услабинском районе, здесь у нас в крае. Причем вирусные болезни были распространены как у нас в крае, так и в Ростовской области, и в Ставропольском крае также. Тоже мы видели распространение вирусных болезней на многих полях. Ну, Краснодарская селекционная наука давно заслуженно признана в мире. И эффективно мы работаем над созданием новых сортов растений, которые отличаются более высокой урожайностью, качеством продукции, ну, другими характеристиками. Но даже самый лучший с точки зрения селекционный сорт не сможет проявить свои потенциальные возможности, если сел проводить семенами низких кондиций, не соблюдать научно обоснованные нормы сортосмены, сортообновления, агроэкологические принципы семеноводства. Именно с семян начинается все сельское хозяйство, поэтому мы призываем все-таки нести затраты на семеноводство и нести затраты на приобретение новых сортов и пшеницы, азимой других азимых культур, вот на которыми мы работаем. Дело в том, что затраты на сортосмену, на сортообновления в 10 раз ниже, чем на повышение технологии удобрения, средства защиты, обработки почвы. За счет внедрения новых сортов в результате сортосмены увеличение урожайности достигается 10-15% и более. Существенная прибавка урожая происходит за счет сортообновления примерно на 4-5 центнеров. Об этом не раз говорили здесь, среди коллег присутствующих в зале и с высоких трибун. Я хотела бы несколько остановиться на нескольких сортах, которые, на них мы останавливаемся и на днях полей, и на разных совещаниях, конечно же, разного характера. И хотелось бы еще сказать о сорте век. Сорт, который высококачественный, отличается он и высоким качеством, и высокой потенциальной урожайностью. То есть вот сочетает в себе эти два несочетаемых, так сказать, признака. Сорт век 20 за годы изучения, он показывал урожайность выше 80 центнеров, причем содержание белка выше 14%, превышение на стандартными сортами примерно на 1,5-2%. Вот здесь вот приведены данные СПК «Колхоз Казминский» Кочубеевского района Ставропольского края. Сорт век на площади 31 гектар, это семеноводческий посев. Урожай составил 82,4, содержание белка 15,8 центера зернозектара. Хотелось бы сказать, что вот такие сорта, как век, они, конечно, в меньшей степени нуждаются в затратах именно при получении высококачественного зерна, так как генетический сот расположен для получения высокого качества. Хотелось бы еще остановиться на таком сорте, как хит, который менее требователен к защите от фузариоза колоса. Он более устойчив к биотическим стрессорам, более зимоморозостойкий. Сорт, который вы можете высевать в более поздние сроки сева и при этом не бояться получить более высокий урожай. Хотелось еще несколько слов сказать о новом сорте арена при урожайности 130 центера зернозектара. Он по занятому пару. Он обладает высочайшей зимоморозостойкостью при искусственном промораживании и высочайшей зимоморозостойкостью. Сорт имеет высокое качество зерна пшеницы, то есть скороспелый сорт. То есть при посеве нового сорта арена вы можете, можно сказать, так сэкономить на каких-то моментах агротехники. Высокоурожайный сорт ЭМА. Здесь вот приведены данные Неклиновского района, Ростовской области. 50 лет наше хозяйство. Это 50 лет октября. Ну, я имею в виду подшипное хозяйство. И о семеновод, которые получили на сорте ЭМА в 23-м году на участке размножения 109,6 центера зернала с гектарой. И в этом году уже при посеве, на производственном посеве в среднем было получено больше 300 гектар и участок, и поле. И была получена урожайность в таких жестких условиях 79 центнеров. Хотела еще пару слов сказать, что сорт Еланчик ультраскороспелый сорт. Вернее, скороспелый сорт. И в этом году, в 2024 году мы наблюдали и в Песчанокопском районе, и вот в Матвеево-Курганском районе, Ростовская область, очень сильный морозобой на этом сорте. Но, если, допустим, в Матвеево-Курганском районе некоторые поля пришлось задисковать, так как это было сильнейшее поражение именно в момент калашения, и что вызвало через зерницу, растения остановились в росте, то, допустим, что касается хозяйства Богородицкого, Песчанокопского района, сорт Еланчик у них дал урожайность выше 70 центнеров. Ага, извините. Хотелось бы еще остановиться на новых сортах, которые мы считаем, что если, так сказать, экономить затраты на производство зерна, то вы должны обратить на такие сорта, как Победа-75, которая имеет суперполевую устойчивость, то есть на внесение минеральных удобрений и обработку, не на внесение, а на обработку фунгицидами эти сорта требуют меньше затрат. Если, допустим, вы сравните сорт Таня, сорт давно находится в производстве, и чем он выигрывает? Тем, что он имеет полевую устойчивость. Вот сорт Победа-75, он имеет полевую устойчивость. Новый сорт крупноколосый ЦАТОС, ЦАТОС, скороспелый сорт крупноколосый, сорт устойчив к фузариозу. То есть, если рассматривать вопрос именно ухода от фузариоза колоса, то такие сорта должны быть обязательно в посевах. Причем, селекция работает постоянно на устойчивость сортов, на иммунность к многим заболеваниям. И всегда новые сорта, они более эффективно используют ресурсы среды. И можно сказать, что в какой-то степени сорта обновления ведет к меньшим затратам на ваших полях. Ну, у меня все. Если какие-то вопросы есть, задавайте, пожалуйста. Ольга Юрьевна, спасибо. Есть ли вопросы в зале? Пока нет. Как-то я спрошу. Вы показывали таблицу средних показателей разных сортов в 2024 году. И вот содержание белка в 2024 году на сорта среднем было ниже, чем в предыдущих годах. В чем это объясняет? В этом году, к сожалению, есть такая тенденция. Она есть и у нас в хозяйствах. Такая тенденция. Потому что, так как в этом году, казалось бы, при засушливых условиях был такой, ну, как сказать, не призыв, но много было таких разговоров, а нужно ли вносить минеральные удобрения, работать на качество. И многие, к сожалению, не вносили минеральные удобрения во вторую подкормку, боясь того, что сухо и это не будет эффективно. И многие хозяйства не работали на качество. Что касается, так сказать, те хозяйства, которые с нами сотрудничали, мы сотрудничают. Мы призывали именно обратить на это внимание и работать на... Тем более при высоких температурах зачастую те пластические вещества, которые должны формировать белок и клейковин, они всегда работают. Ну, вот пример Песченокопского района. Там вот в таблице тоже представлены. Вот Илья Николаевич, он исповедует, что кормить надо. И всегда это ведет к более высокему урожаю и качеству. Вы перечислили некоторые сорта, которые выдерживают поздние сроки села. Хит, например. Скажите, сейчас на полях, что вы видите? Есть ли разница в развитии растений в зависимости от сорта? К сожалению, вот сейчас мы говорим немножко об итогах прошлого года, но очень хотелось бы обратить внимание, конечно, да, я думаю, тут не мне это говорить, конечно, а обратить на ситуацию этого года, что нас ждет в этом году. И мы должны готовиться уже сейчас к тому моменту, что придет февраль, да, придет необходимость работать именно по мерзлоталой, вносить достаточное количество минерального удобрения, чтобы наши сорта формировали мощный узел кущения, дополнительные побеги и смогли при таком сейчас дефиците влаги, который мы наблюдаем с осени, вы все видите, наверное, на своих полях, что я не знаю, есть ли у кого-то сейчас нормальные всходы. Всходы, к сожалению, очень и очень скудные. Это нераскустившиеся, это один побег, и это, конечно, очень тяжело. Сейчас надо ли заходить в поля с какими-то обработками? Гердицидные, например, требуются? Я думаю, что все, что можно было в хозяйствах, все уже сделано, и сейчас это не имеет никакого эффекта. Дело в том, что в этом году очень много, особенно северная зона, окрая, да, и в Ростовской области, все те поля, которые были высеяны по колоссовым, в том числе по пшенице, вы видите, сейчас ковер, немножко влага появилась, ковер падалицы, это тоже будет осложнять работу в дальнейшем. Но мое мнение, что не надо. Как производство каждый агроном творчески подходит к своим посевам, и может быть что-то, и считают, что это необходимо. Еще вопрос задам. Все про то же, про засуху. Вы назвали такую рекомендацию, соблюдать сроки сева. Но как же их соблюсти, если такая ситуация? Что делали ваши подшипные хозяйства? В этом году мы рекомендовали наши подшипные хозяйства, допустим, Песчанокопский район, Кирово, Богородицкое, они начали посев в этом году 15-17 октября. Конечно, это очень и очень рискованно. Мы не знаем, какие будут дальше погодные условия, но однако, что они посеяли в эти поздние сроки, что, допустим, часть хозяйств, которые рядом находились, сходы появляются в одно и то же время. Другое дело, что к этому моменту уже те протравители, которые, ну, средства, которые были затрачены на протравители, и зерно пролежало в почве месяц, и то, которое сейчас вот тронется после посева через 2-3 недели в рост, то есть разница в этом есть, где будет работать протравитель. Но я абсолютно не призываю к очень поздним срокам сева. Я просто говорю, что погодные условия в этом году сложились так, что это было необходимостью. Центральная зона в этом году у нас, Краснодарского края, тоже начинали сесть с 13-15 октября. Да, и северная зона, ну, все старались оттянуть как можно позже срок сева. Сейчас, конечно, еще будут, наверное, встречаться будут круглые столы по поводу весенним уходным работам. Но тут, конечно, самое важное сейчас нам перезимовать, да, и, конечно же, приготовиться к тому, что мы должны вложиться в минеральное питание. Обязательно для таких слабых посевов должна обязательно быть первая подкормка и очень достойная. Ольга Юрьевна, вот хотелось вернуться к заморозкам. И всегда ли был оправдан в нынешнем году пересев? Я знаю, что в вашем отделе были такие мнения, что некоторые поспешили с пересевом, в частности, Аблова Ирина Борисовна об этом говорила. Что вы думаете по этому поводу? Вы знаете, если рассматривать, допустим, вот мне довелось в этом году быть в Ростовской области, в Матвеево-Курганском районе, вот в командировке вместе с Алексеем Сергеевичем, то вот у них около трех... в хозяйстве около трех с половиной тысячи пришлось задисковать. Но там это было оправдано, потому что холод шел языками и, честно сказать, вымерзло. Но это было именно в генеративную фазу, когда было калашение. Да, наверное, в том случае, потому что, как я понимаю, если посев не был задискован, то страховой случай не рассматривался. Как я понимаю, это было так. Что касается, допустим, некоторой паники в Краснодарском крае, это центральная зона, вот Каневской район как-то обошел замороз... ну, эти морозы, пониженные температуры апрельские, можно сказать, не навредили. Но наши сотрудники, которые работали вот в прошлые годы, помнят те моменты, это было вот в 99-м, 2001-м, 2003-м годах тоже были поздние возвратные морозы. И в некоторых хозяйствах были другие финансовые условия, и в некоторых хозяйствах оставляли такие посевы, в частности, сорт фишт, который, казалось бы, вообще не способен был дать урожай, но собирали урожай 35-38 центров зерна из гектара. То есть это к каждому случаю, к каждому полю надо было подходить индивидуально. Ну, тут еще связано именно с тем моментом, что, ну, если это страховой случай, то посева не должно существовать. Поэтому, а пересев культурами пропашными, яровыми, ну, мы все знаем, какие погодные условия были в этом году, влаги просто катастрофически не хватало, поэтому, ну, о чем здесь может идти речь? А были такие примеры, когда на уровень рентабельности удалось вывести пострадавшие? Да, конечно, это вот и Услабинский район, это Староминской район, ну, часть посевов. Я вам хочу сказать, что и Никлиновский район, вот они на сорте еланчик, они собрали 52 центнера, конечно, это, ну, нечем хвастаться, мы, понимаете, сейчас уже привыкли к тому, что если мы 70 не получаем на своих полях, то это уже прям катастрофа. Ну, так вот сложились погодные условия. То есть они еланчик не уничтожили вот сорты, они получили достойный урожай. Друзья, я надеюсь, появились вопросы. Дело в том, что Краснодарская селекция присутствует не только на юге, как вы знаете, но и, в частности, вот по центральному Черноземью все области практически делают ставку на сорта национального центра «Зерна». И там тоже в этом году были проблемы, связанные и с заморозками, и с засухой и прочее. Пожалуйста, вопрос есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!